Всем привет! Меня зовут Настя Бруно и я дизайнер. И сейчас из каждого утюга можно услышать ора о том, как нейронная сеть отнимет работу у писателей, дизайнеров и художников. И в то время как некоторые пытаются бунтовать, другие учатся работать с нейросетью, наполняя интернет невероятными артами. История знает подобные случаи и сопротивляться прогрессу бесполезно. А так как я дизайнер одежды, мне важно понять, что это такое и как можно это использовать во благо себе. Задача на сегодня сгенерировать сногсшибательное платье, которое мы повторим вживую. Я буду использовать нейронку Миджорни, и ее стиль мне нравится больше всего. Общаться с ней можно с помощью текстовых команд. Вот, например, великолепная стройная блондинка с большой грудью, красивыми глазами, маленьким носом и пухлыми губами. А одета в пышное лиловое платье с длиннющим шлейфом, прозрачный лифт, который украшен перьями, и идет она по красной дорожке. Теперь переводим и отправляем наш запрос в нейронку. Так, наш запрос заблокирован, потому что слово «грудь» нельзя использовать. Это очень интересно, потому что такие арты он делает, а слово «грудь» использовать нельзя. Напишем по-другому. И вот результат. И, честно говоря, получились какие-то уродцы. Интересно, красивые картинки можно получать только в платной версии, или это я, криворучка, которая делает что-то не так? Скорее всего, все-таки второе. Поэтому мне сейчас нужно будет разобраться во всем этом. Выстрадав несколько суток, посмотрела кучу видочков на тему, и, наконец-то, у меня получились крутые арты. Я их разделила на два типа. Те, которые за гранью реальности, и те, которые можно повторить скрипя зубами. И первое платье из нералистичной подборки, оно просто какое-то космическое. И, честно говоря, я не представляю, как можно сделать что-то подобное. Оно больше подходит не для платья, а для статуи, например. Или 3D-печати. Вторым моим эффектным артом стала кровавая фея-бабочка. Оно одновременно невероятно красивое и одновременно зловещее. И даже если у меня получится сделать эти суперсложные крылья, то как делать юбку? Я не очень представляю, потому что выглядит, будто она сделана из бумаги. Третье платье с эльфийскими нотками требует еще эльфийской магии или десяток светодиодов. И я уже представляю, каким адом оно мне обернется. Даже если, вот даже если я смогу повторить это золото на лифе и юбке, то как сделать эти крылья, я не очень понимаю. Ладно, я похвасталась, что научилась делать крутые арты, но вы-то ждете претендентов на платья, которые я повторю. Встречайте топ-5 платьев, которые я могу повторить. Это платье стало первым, на которое мое сердечко екнуло. Оно потрясающее, причем верх у него голое, как я люблю. А само платье пышное, и оно напоминает настоящую фею. Но не то, что из мультиков, а если бы они действительно существовали. На четвертом месте невероятный образ с божественными крыльями в стиле Victoria's Secret. И если честно, именно его я хотела повторить. И я стала интересоваться, как именно сделать эти крылья. И есть два варианта. Первый дешманский, второй красивый. Как сделать дешманские крылья? Таких роликов очень много на ютубе. И его сделают из строительного материала. Выглядит это, мягко говоря, не очень. Мне нравится вариант с перьями. И это именно второй вариант, как их сделать. Но там понадобятся перья вот такущие. Длиннющие и пушистые. И их понадобится минимум 600. Я нашла видео, где девушка делает невероятные крылья из перьев. И она написала в комментариях, сколько это все стоило. Тысяча двести долларов. Тысяча двести долларов. Вы меня, конечно, простите. Но я не готова повторять такие крылья. Это как-то слишком, потому что материалов и так уйдет до хренища. На третье место я ставлю этот ледяной шедевр. И, честно говоря, мне нравится в нем все. Но мне хочется красок, поэтому идем дальше. И вот мы все ближе к платью, которую я буду шить. Но сначала вам придется посмотреть на второе. А это просто невероятное красивое пышное платье. Мне в нем нравится также практически все. Но корсет нет. И, как мне кажется, его нейроссель взяла с Алиэкспрессом. Поэтому, сори, но нет. Та-дам! И вот мой фаворит и спонсор будущих страданий. Их спустя больше трех сотен попыток мне наконец-то выдало это платье. И я в него влюбилась. Начнем с того, что корсет там полупрозрачный. Все, как я люблю. А еще мне нравится сочетание цветов красного и серебряного. Это добавляет роскоши. И, к сожалению, у нейросети есть какая-то проблема, когда ты пишешь ей картинку во весь рост. Она почему-то максимально старается тебе выдавать ее не во весь рост. Она тебе выдает ее такой, такой, и либо по колено, но только не во весь рост. И с этим была проблема. Но, несмотря на это, я все равно выбрала именно это платье. Поэтому низ мне нужно будет додумать. Вы же мне доверяете. А сейчас я хочу поделиться кое-чем лично. Наверное, каждый, кто говорил на камеру, меня поймет. Когда включается запись, интеллект падает в строй. И забываешь все, что хотел сказать. А я вдобавок начинаю очень нервничать и переживать, потому что не получаю идеального результата сразу. И каждая попытка становится все хуже. Получается какой-то эффект снежного кома. Больше нервничаю, больше запинаюсь. Больше запинаюсь, больше нервничаю. Как следствие, накручивала сама себя так сильно, что приходилось брать паузу, чтобы установить свое эмоциональное состояние. И разобраться в причинах проблемы самостоятельно у меня не получилось. А обсуждать это с близкими довольно странно и некомфортно. Поэтому тут может помочь только профессиональный психолог. Оказывается, моя проблема тянется из самого детства и мешает мне не только в процессе съемок, но и во многих аспектах моей жизни. Ее решение требует времени, но положительные изменения я уже ощущаю. Мне нужно дальше работать над собой, и я точно это смогу победить. Не стоит забывать, что ментальное здоровье сильно влияет на физическое и всю нашу жизнь. Поэтому, имея психологические проблемы, нужно не тянуть, а обращаться к профессионалам. Благодаря современным технологиям сделать это удобно можно не уходя из дома. Прямо через сайт или мобильное приложение сервиса подбора и видеоконсультации с психологами Ясна, который поддержал этот выпуск. Психологическая помощь поможет улучшить вашу жизнь, понять свои потребности и желания, поможет разобраться в себе и выгнать тараканов из своей головы. Сервис Ясна сможет предложить вам специалистов на ваш выбор и в удобное для вас время, исходя из вашего состояния и темы, которые хотите обсудить. Их приложение доступно для Android и iOS. Общение с психологом будет проходить по видеосвязи, что очень удобно, ведь это позволяет оставаться на связи со своим специалистом, как и на любимом диване, так и на другом конце света. И к тому же экономит огромное количество времени. Сервис настолько заботливый и чуткий к своим клиентам, что даже учитывает ваш часовой пояс. Главное при регистрации не забудьте использовать мой промокод BRUNO, чтобы получить скидку в 20% на первую сессию. Давайте подумаем вместе, что нам понадобится для этого образа. Оно состоит из трех основных частей. Крылья, корсет, юбка. Основа юбки не такая уж и сложная. Она состоит из нескольких ярусов. Самый нижний у нас состоит из атласа винного цвета, довольно сочно. Сософонов, оплоти. Дальше у меня будут эти прожилки из фатина беленького. А для придания пышности верхнюю часть юбки я буду делать из белой органзы. Кассу, оплоти, попробуй. А веселье у нас начинается с декорирования. Вы спросите, почему? Да потому что серебряных перьев я не смогла найти, поэтому я буду использовать белые. Сколько стоит? Сософонов? И мне их придется красить из баллончика серебряной краской. И я очень надеюсь, что у меня получится. И это будет выглядеть круто. Конечно, конечно. А не как будто моя курочка облезла и еще и возюкалась где-то в серебряной краске. Угу. Лиф у нас тоже непростой. Он на корсетной основе и имеет довольно интересную форму. Чашечки. Мне повезло, я нашла. Единственный есть нюансик, мне придется их перевернуть. У меня тут идет пушап, и мне придется его вырезать. А еще я очень надеюсь, что у меня получится красиво расшить узоры на лифе. Я даже хотела, честно говоря, купить вышивальную машину, чтобы облегчить себе страдания. Потому что, потому что найти подобное кружево это просто невозможно. Их либо делает как-то самому, либо делает на заказ. Но я нашла лазейку в виде таких декоративных аппликаций. Еще я добавлю пух. Вместе с моими кружавчиками они будут идти. И все это я буду также красить серебряной краской. Сука, понюх. Да поможет мне Господь Бог, и я надеюсь, что это не будет выглядеть ужасно. И крылья на десерт. Это очень красивые, огромные крылья, которые я чертовски боюсь. И я очень-очень надеюсь, что моя идея напечатать их рисунок на прозрачном пластике удастся и будет выглядеть круто. Конечно, эти крылья можно сделать с помощью проволоки. И пленки, как это делают многие. И эти крылья действительно хорошо выглядят в удачном освещении и в классном ракурсе. Но как только освещение меняется, то эти крылья похожи на какой-то мятый пакет. Я хочу этого избежать. И пора бы нам уже приступить к работе. И начнем мы с корсета. В этом мне поможет мой незаменимый друг раздвижной манекен. Я уже подогнала его под свои параметры. И дальше уже начинаю с ним работать. И да, в этот раз я буду обклеивать манекен и по нему готовить лейкало, потому что в прошлом ролике незапланированная депиляция мне совсем не понравилась. Обычно пушат дополнительно вшиваю, а тут я его вырезаю. И вот, что у меня получилось. Мне кажется, это очень похоже. Я старалась сохранить все линии. Где-то мне приходилось исправлять косяки нейросети. Теперь все это мне нужно содрать. Причем содрать так, чтобы не повредить ни один рисуночек. И уже на столе привести мои лейкала в приличный вид. Потому что это кошмар. И я приступаю к пошиву корсета. И для этого на столе уже я тут разложила все мои лейкалы, которые мне получились. Основной материал корсета это корсетный сет. Она устойчива в любых направлениях. И если вы захотите себя затянуть и сделать осиную талию, она отлично подойдет. А так как у меня на референции она полупрозрачная белая, соответственно, я и взяла белый цвет. А теперь давай держать. И часть работы я сделала. Я соединила части корсета. Давайте я просто покажу, как это выглядит. Тут, естественно, будут у меня проходить белые прожилки. Но перед этим мне еще предстоит очень много работы. Сначала мне нужно сделать узоры и вот эти белые прожилочки. Дальше всунуть мои металлические косточки, чтобы этот каркас у меня здесь держался. А дальше уже я буду пришивать мои чашечки. Есть подозрение, кстати, что они мне будут немножко маловаты. Но делать нечего других у меня нет. На еще один момент я хочу обратить внимание, что вот эту красоту нам тоже нужно будет закрыть. Будто бы маленький грызун пришел и все это выгрыз. И поэтому я сделала подкладочку. Вот такую вот красивенькую, тоже белую, чтобы и с изнанки у меня тоже было перфекто. Красивенько. А не вот эта вот срань. Поэтому давайте же начинать. Продолжать начинать, блин, ага. Вы-то ничего не делайте, вы же просто смотрите. Мне нужно напрягаться. Ну ничего. Надеюсь, за мое напряжение вы поставите лайк и комментарий. И подпишитесь. Я шью мой карсет и я его сделала наполовину. Вот так у меня выглядит почти готовая половинка. Конечно, все эти уродские швы я закрою. Поэтому на них мы не смотрим, да, на них не обращаем внимания. Не надо говорить, фу, как некрасиво. Шедевр дурного вкуса. Этого не будет видно. Но сейчас мне предстоит суперответственный момент. Мне нужно будет нарисовать карандашом узор, который будет идентичен вот этому. И мне нужно, чтобы мои руки не дрожали. Поэтому если меня смотрит хирург, можно я доложу ваши руки буквально на пару секунд? Я сейчас как все похерю, а потом чем это стирать, я не представляю. А не проще ее перевернуть, сложить вместе и провести? Знаешь, куда свои советы засунешь? Нет, потому что я испачкаю. Но за мысль. Бесполезно, спасибо, конечно. Ну, собственно, дальше я уже буду это все пришивать. Давайте же я покажу, что у меня получилось. Но для этого белый на белом показывать я не буду. И я накину сейчас рубашечку. Чтобы вы не говорили, что я раздеваюсь на камеру. Я наберу одевать. Самое интересное, как он выглядит. Хлобысть. Хлобысть! А? Что скажете? Гениально. Рисунок же видно, да? Лучше на черном. Мне осталось. Ага, осталось, конечно. Ставить ему металлические косточки и сделать люверсы. Но перед тем, как продолжить эту работу, я все-таки... Меня все-таки не погибает мысль о том, что нужно все-таки... Начать читать. Что нужно все-таки покрасить перья и посмотреть, как они выглядят. Потому что по факту это может быть полным провалом. И мне нужно будет думать, как их заменять, из чего их делать. И как вообще мне быть? Как вы можете заметить, я отрезала каждый кусочек, чтобы у меня было перья, пуховь и прочей хрени. Которая может нам пригодиться. Для этого платья. И сейчас я буду его красить. И первым делом, конечно же, мы не забываем про защиту. Потому что мы самое дорогое, что у нас есть. Я не поняла, куда он дует, если честно. Водка-мартини взболтать не смешивать. Блин, огонь. Они не клевые такие получаются. И вот я вернулась с улицы. Давайте посмотрим на мои образцы. На самом деле, это выглядит даже лучше, чем я думала. И этот материал я действительно могу использовать, а потом его красить. Любишься, мне нужно делать вот этой крохой. И тут нужно прям иметь хорошую физическую подготовку. А сегодня я на это не способна. Вот так вот. Поэтому этого малыша мы отложим. И займемся юбкой. Ладно, все хватит. Перед тем, как собирать юбку, мне нужно сделать вот такой вот треугольничек под мой корсет. Пойду мы переходим сейчас на пол, и я вам все покажу. Кстати, похоже, купила ткань. Он с таким вот дефектом. Называется спыздылы. А я запомнила продавца, я к нему не вернусь. И сейчас мы делаем складочки в зоне нашей талии. Сейчас я буду заниматься другими элементами. А именно, прожилками из фатина. Вот этими беленькими, которые идут вдоль моей юбки. И верхними слоями юбки, которые будут у меня из органзы. Сейчас я хочу все это собрать на манекене и посмотреть, как это будет выглядеть. И вот как получается наше платье на сегодняшний день. И я хочу сказать вам свое мнение. Получается говно. Я не хочу в этом говне участвовать. И давайте по порядку, почему я так считаю. Корсет, it's okay. Я его доделаю, и это все будет выглядеть хорошо. Что касается юбки, мне не нравится, как она выглядит. Начнем с того, что вот эти вот сопли, которые у меня идут вдоль всей моей юбки, спускаются до пола. Выглядит нехорошо, некрасиво. Я их буду заменять, потому что в референсе это выглядит волшебно полупрозрачно и красиво. Но для обоих вариантов мне нужно будет добавить атласа, чтобы юбка была пышнее. Первый способ, как я планирую это исправить. Учитывая то, что ткани у нас на юбке, вот атласа, будет больше, соответственно, и складки у меня будут тут больше. Поэтому я хочу проложить вдоль, но тут есть небольшая загвоздочка. Все равно он будет путаться к низу. Поэтому метод номер два. Разрезать ткань, пришивать фатин к ней. То есть с одной и с другой стороны. И тот и тот способ я буду пробовать и, собственно, смотреть, какой будет лучше и какой мне больше понравится. И еще что мне нужно будет сделать с юбкой, это добавить органзы. Еще один слой, потому что на референсе моя юбка пышнее. Тот, кто предложит добавить ковинолин, я отвечу сразу, пошли вон. Это не работает, потому что у нас будет объем, но складочек у нас не будет. И эффект будет совершенно другим. Поэтому тут нужно играть именно с объемом с помощью ткани. Но как хорошо, что я запасливаю швей и у меня есть за граммах моих красный атлас. Слава мне, какая же я молодец. А вы мне. Мне не придется ехать в магазин. Оле! Оле! Это не подходит. Цикл вообще, он вообще другой. Он какой-то ржной дает, он прям алло-красный. А это, это прям не бордовый, это винный красный. Они абсолютно разные. И то, что я говорила, что мне не нужно будет ехать в магазин, и я сэкономлю полдня, это полная хрень, потому что мне придется ехать в магазин и покупать ткань. А пока я на нее ехать час, потом еще обратно, потом еще толпиться, потом еще искать этого продавца с этой тканью. Нужно же купить, понимаете, у того же продавца, потому что, может быть, текстура быть разная. И, может быть, цвета чуть-чуть отличаться, поэтому придется мне вернуться к тому чуваку, у которого не было кусочка ткани на моей атласной ткани. Привет из нового дня, и мы съездили за тканью с покупочками к вам, вернулись, между прочим. Купили это. И вот первый вариант. Я пришила фатин с одной стороны и с другой стороны. Выглядит это, мягко говоря, не очень. Напоминает мне, знаете, вот раньше были модные штаны с лампасами, когда вот такая вот линия сбоку. Выглядело это все, конечно, очень странненько. Второй вариант, который мне нравится больше, и действительно он выглядит лучше. Ткани у меня на юбке стало больше, складки у меня стали больше, и теперь вот эта моя сборочка выглядит абсолютно по-другому. Более уместно, более гармонично и красивее. Поэтому я выбираю второй вариант, и я буду делать эти прожилочки именно так. А еще я практически додела свой корсет. Я стояла косточки, сделала ливерсы, и теперь можно посмотреть, как это будет выглядеть на мне. Он выглядит, на самом деле, даже лучше, чем я думала. Что ж, дальше я сажусь за работу, мне нужно закончить юбку, всю ее собрать, и потом я буду их соединять, корсет и юбку вместе, я имею в виду. И вот мой результат. Оно получается очень-очень круто и очень похоже на оригинал, скажу я вам. Осталось, конечно, добавить декор и крылья, это вообще будет практически агипадит. Мне нравится, я довольна. Давайте декорировать. Вот это у меня получается! Это абсолютно не то, что должно было получиться. Да, мы сохранили вообще смысл, что серебро, потом я обдам это все краской, все мои перышки я тоже обдам краской, потом, чтобы вот так вот они слиплись еще больше, чем вот тут. Чтобы они торчали в разные стороны, как у меня сделано это в референсе. Это типа окей, мы это сделаем. Но, но кружева, они очень массивные, они выглядят так эстетично, так элегантно, так здорово и невероятно волшебно, как у нас это сделано в референсе. Тут они очень грубые, большие и самая большая проблема, это не то, что нужно это все переделать и тратить кучу времени. К этому я привыкла. Я должна придумать, как заменить и сделать так, чтобы это смотрело все здорово и так же элегантно, как у меня сделано в референсе. Сижу я, значит, грущу и думаю, как мне вообще выбраться из этой ситуации, что мне нужно делать. И тут я вспоминаю видео, которое я нашла на пристерах интернета. И я такая, бинго! И давайте вместе со мной поэкспериментируем и посмотрим, получится ли у меня сделать кружево из термоклея. И меня беспокоит ряд проблем. Первое, будет ли держаться краска на этом термоклее, это раз. Будем красить вот эту малышку. Второе, прожжет ли он мой фатин, который я взяла за основу для моих плечиков. Ну, кстати, он не прожигает сетку. И третье, если даже у меня это все получится, будет выглядеть здорово, то мне нужно будет это супер аккуратно одевать, потому что термоклей, он очень легко будет разрываться и это тоже проблема. Сегодня прекрасный день и прекрасное настроение, потому что мой план работает. И я попробовала свою ею вот на такой маленькой писюльке. Прямо как у твоего бывшего. У нашего бывшего. Я ее покрасила и, как видите, она действительно неплохо выглядит. И потом я решила все-таки попробовать, как это будет выглядеть на моей сетке. Конечно, у меня тут нарисованы узоры от балды, но на сетке я уже буду смотреть на рейхельницы, пытаться выдать что-то похожее. А потом я это все буду красить. И вообще я хотела делать это на манекене, но я понимаю, что это очень неудобно и, возможно, весь клей у меня потечется. А так как клей довольно гибкий, я буду это делать на столе, потом я буду крепить сюда. И поэтому он повторит форму моего плеча. Пока сохнет наш декор, займемся перьями, подготовим их под покраску. И вот что у меня получилось. Я могу сказать однозначно, что этот вариант мне нравится больше, чем этот. И хорошо, что я решила все-таки сделать так. И я вообще придумала, додумалась и вспомнила о такой возможности. В общем, мне нравится это тем, что это выглядит намного аккуратнее, изящнее и немножко добавляет эльфистских ноток. Поэтому я делаю вторую сторону так же. И дальше буду декорировать мой лифт и перышки. А перед тем, как приступить к декорированию, я хочу похвастаться тем, что у меня получилось. Я покрасила все свои штучки-дрючки в серебряную краску. Эти перья, как вы помните, были белого цвета, они стали серебряные. Эти украшения у меня пойдут на плечи и талию. Да-да, эти узоры я сделала с помощью термоклея, напоминаю. И хочу показать украшения, которые у меня также пойдут на плечи. Я сделала даже основание, чтобы они у меня стояли, потому что в противном случае они у меня заваливались на левый или правый бок. К этой штучке я добавлю покрашенный пух. Вот как он стал выглядеть после того, как я прошлась по нему серебряной краской. Вообще бы в жизни не сказала, что это был пух. Но он выглядит так, как мне нужно. Он довольно странной формы. И при этом, смотрите, как стоит. Впереди самая волнительная часть. Это декорирование моего платья. Моего заурядного платья, потому что сейчас оно выглядит довольно обычной. И, честно говоря, мне он не приходится по душе. И я молюсь, что все мои украшения, которые я делала несколько дней, после того, как я их пришью, они будут выглядеть круто. И платье получим прям как с картинки. Давайте же начнем. Вверх получается офигительный. Прямо вот как я и хотела. Но когда я опускаюсь декору талии, это выглядит все не очень. Эти штуки получатся. У меня очень громоздкие. И, в принципе, тут нет проблем. Я просто возьму ее и обрежу. Уменьшу. Ладно. Короче, без слез у меня не обошлось. Потому что штатив не выдержал вес этой лампы. И она звезданула меня углом со всей дури по башке. Так определенно лучше. Я не понимаю, нравится мне или нет то, что у меня получается. А именно перья. Они очень темные. Вряд ли я это смогу исправить, потому что другой краски нет перекрасить. Я это все не могу. Меня смущает такой дикий контраст. Это, скорее всего, на референсе такое ощущение, что все более-менее в гармоничной однотонной гамме. Потому что там невероятно сильный тень. Поэтому кажется, что где-то платье белое, где-то оно серебряное. И ты действительно не понимаешь, какие элементы у нее серебряные, какие у нее белые, какого цвета у нее корсет. Поэтому я не знаю, что мне делать вообще. Тут либо нужно будет докупить перья чисто белые и буквально чуть-чуть их покрасить серебряной краской. Я все-таки придумала, как исправить ситуацию. А именно добавить серебряный элемент на мои чашечки. Как вы это видите? Собственно, у меня остался небольшой кусочек моих узоров. И я решила его прошпандорить. Понимая, что я отхожу немного от референса. Ну, как немного вообще отхожу от референса, потому что в области груди у нее там нечего нет. Но тут нужно думать, чтобы вся картинка смотрелась классно и гармонично. А мне этого не хватает, к сожалению. И поэтому мне нужно это исправить. И вот наступил новый день. И пока я ездил за новой партией в перьях, которую я буду менять, мой оператор просто умничка и поставил свет совершенно по-другому. Так что теперь мое платье похоже на референс. И выглядит это все намного лучше. Но предварительно я покажу вам, как именно я хочу покрасить мои перышки. Я не знаю, будет ли это хорошо смотреть. Возможно, я сделаю только такие перышки. Возможно, возможно, это будет красиво. И снова я доделаю перышки, их пришила. И вот как у меня это все выглядит. Для такой вариант перьев мне намного больше нравится. И теперь мой образ выглядит гармонично. И это не так сильно выбивается из всего. А еще мне пришла кнопка от Ютьюба серебренькая. Хотя вас уже почти 300 тысяч, но все равно приятно. Спасибо за кнопку. Настало время делать крылья. И для этого мне понадобится этот пластик. И целое ведрище белой краски. Просто меньшего размера мы не нашли. И у вас, наверное, возник вопрос. Настя, ты же говорила, что ты распечатаешь эти крылья в типографии. Такой был мой план, который потерпел с Яско. Потому что в типографии мне сказали, что крылья, а именно каркас треснет. Потому что крылья у меня огромные, они просто не выдержат. И второй момент. Мне нужно нарисовать эти крылья. А так как я этого не умею делать, и планшета у меня нет, придется мне все-таки отказаться от первоначальной идеи делать все самой. Поэтому каркас для моих крыльев я сделаю из металлической проволоки. Я сделала пробное крыло, чтобы посмотреть, что у меня получается. И могу сказать, что мне не нравится то, что оно получается очень плотно. И сейчас я буду пробовать делать максимально тонким слоем, чтобы он был полупрозрачный, такой невесомый, с прожилочками. И мне придется вырезать эту часть крыла снова. Я же такая думала, один сделала. Тебе показалось. Тебе показалось. Этого не было. Я сделала два варианта крыльев. Первый, который нихрена не просвечивает, очень плотный. И второй, который просвечивает. Но она выглядит грязно. Это кошмар и пропало. Ай, я не знаю, как их делать. Единственный вариант, который я вижу, это действительно напечатать их, чтобы это выглядело хорошо, потому что своими руками это получается некрасиво. И я думаю, что это вышло бы даже дешевле, если бы мы взяли, напечатали на пленке и просто бы перенесли на наш пластик. Чем делать это все самим, потому что все вместе стоили все эти материалы. Ого-го-го-го. И я от Минвасси сейчас действительно хочу разреветься, потому что я сижу, я это делаю, мне не нравится. Я начинаю гернуть еще больше. Я начинаю грустить еще больше. Молодец, я снимаю больше. Я распсиховалась, поругалась со всеми. Села, успокоилась. И мне подсказали использовать органзу, которая у меня осталась от юбки. Я надеюсь, что это будет выглядеть нормально. Иначе, иначе нервный срыв обеспечен. У меня уже и так было. Я буду брать термоклей, проходить по контуру. Клеить органзу. Собираюсь ее приклеить по всему контуру. Дальше уже сверху я буду рисовать прожилки тем же самым клеем. Итого у меня получилось 4 варианта крыльев. Первый. Вот такой ущи. Крылья просто практически непроницаемы. Вариант номер 2. Моя вот эта вот еле заметная тонировка выглядит, как будто это грязное крыло. Мне не нравятся эти разводы. Они просто ужасны. Вариант номер 3. Его, к сожалению, разорвало. Точнее, я постаралась. В общем, я психанула дела и отодрала. Вариант номер 3. Ну, хуже выглядеть он не стал. Тут даже появился 3D эффект. Ну, примерно вот так. И давайте я покажу вам последний вариант крыльев. Я надеюсь, что это будет самый последний. Мы его утвердим. Это выглядит вот так. Вы скажете, довольно прозрачно. И тут я с вами соглашусь. Потому что это крыло нужно доработать. А фон я этой краской нормально сделать не могу. Потому что я вам показывала вариант номер 2. Тонируется эта ужасность. Эти разводы, ужасный клякс. Поэтому я хочу от этого избежать. И мы поедем в магазин. Тот же самый, в котором были вчера. И ехать до него больше часа. И еще, знаете, главная была мысль взять эту пленку. Но мы решили ее не брать. Кто идиот, тот идиот. Я поняла. Я люблю косплей. Но мне нравится косплей, который делают другие люди. Вот пусть они и делают. А это мой последний косплей. Каждый раз, когда я делаю что-то подобное. Например, как в прошлый раз мы делали крылья сукупа. Я тоже говорила, что все. Подобных роликов не будет. Подобных идей не будет. Подобных образов тоже не будет. Есть. Вот он. Мы вернулись в магазин с пленкой. И я надеюсь, она отлично подойдет для моих крыльев. И сейчас я буду ее наклеивать на четвертый вариант крылышков. Ай, как блестит. Ну все, выбор очевиден. Мы остаемся на этом варианте. Я уже, честно говоря, думала, если не получится, я буду весь день плакать. Но слезы отменяются. Будем сейчас работать, блин, весь день. Лучше бы поплакали пару часов, чем работать весь день. И вот, я почти додела свои крылья. И мне осталось сделать каркас. И я этим сейчас займусь. В общем, приступаем и доделываем образ. А сейчас я попрошу оператора обвести мои контуры для того, чтобы правильно сделать каркас. И теперь я беру ее и прикладываю к моему манекену. И обвожу границы моего корсета, чтобы понимать, откуда у меня пойдут крылья и как мне делать мой каркас. О, боже, о, боже, о, боже. Сейчас, секунду. Настя, соберись. Возьми себя в руки. Посмотрите на эти крылья. Чтобы вы понимали, на минуточку. Я делаю подобное в первый раз, и мне кажется, для первого раза это получилось очень круто. Несмотря на то, что было потрачено нервов очень много и времени, я все равно очень-очень довольна. Мне осталось придать объем моим крыльям, и сделаю я это за счет проволоки. И еще нужно сокрыть вот эти некрасивые стыки, эту желтую ужасную некрасивую изоленту. Я замотаю все это белым малярным скотчем, чтобы это выглядело хорошо. Хотя уже так красиво. Ну, давайте продолжим. А если вы хотите начать свой путь в швейном ремесле, вы можете быстро научиться шить на моих курсах. В ходе обучения вы узнаете основные виды швов, научитесь снимать мерки, строить лекала и многое другое. А самое приятное, что вы сошьете свою первую блузку, юбку, брюки, платье и даже корсет. Тоже, главная задача сделать платье с референса, который сгенерировал мне, и я справилась. Ну, я так и считаю, по своему скромному мнению. Надеюсь, образ и вам понравился. Несмотря на то, что я очень-очень-очень требовательна к себе, вы можете это наблюдать на протяжении всего ролика, мои истерики, мои взлеты и падения, но все-таки, все-таки, все-таки это стоило того, потому что результат мне нравится. Также пишите свое мнение в комментариях, мне важно почитать и послушать, что вы думаете насчет этого образа. И как вам вообще работа с ИИ, интересно это или нет? И, может быть, вы даже пошли генерировать что-то свое, не обязательно, кстати, платье. Напишите о своем опыте работы с этой штукой, мне будет вдвойне интересно. А все, кто не успел рассмотреть сгенерированные мной арты, да и не только их, потому что все мы не смогли вместить, они будут в моем телеграм-канале. Многие спрашивают, что происходит с вещами, которые я создаю для видео. Готовые работы я продаю с большой скидкой на своем сайте Бруно Бутик. Спасибо, что досмотрели, и на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Надеюсь, не через месяц, не через полтора. А скоро я вернусь к вам, то... Субтитры сделал DimaTorzok